Библейский портал экзегет.ру представляет Восьмая глава книги «Премудрость» и Соломона, неканонической книги Ветхого Завета, которую я читаю в синодальном переводе с греческого языка для библейского портала «Экзегет». И седьмая глава, пожалуй, центральная в этой книге. Она описывает «Премудрость» как некое явление Творца в этом мире, как некое излияние славы Вседержителя, очень яркие, красивые слова и выражения. Но каким образом автор книги с ней познакомился? Восьмая глава начинается с последней фразы вот этого описания. Она, «Премудрость», быстро распростирается от одного конца до другого и все устрояет на пользу. То есть она присутствует в мире и действует. «Я полюбил ее и взыскал от юности моей, пожелал взять ее в невесту себе и стал любителем красоты ее. Она возвышает свое благородство тем, что имеет сожитие с Богом, и владыка всех возлюбил ее. Она таинница ума Божия, избирательница дел его». Ну, я говорил, когда мы читали седьмую главу, что, в общем-то, ее описание очень похоже на описание Святого Духа в христианском богословии. И здесь это одновременно такой женский образ. «Премудрость», конечно, было бы очень грубо сказать, что она некая невеста Бога. Нет, конечно, потому что она и есть проявление Бога, но описана скорее как некая прекрасная дама. Более того, ведь и в книге притчи Соломоновых тоже есть царица-премудрость, которая взывает к людям, которая дает им какие-то обещания и строит дворец, в котором она принимает людей. И вот здесь она живет с Богом, таинница ума Божия, то есть та, которая проникает в тайны божественного замысла, избирательница дел его, та, которой совершаются эти самые дела. Если богатство есть вожделенное приобретение в жизни, то кто богаче премудрости, которая все делает? Если же благоразумие делает многое, то какой художник лучше ее он? Он сравнивает то, чего люди желают богатства, благоразумия с ней, и она в еще большей степени дарует то, что могут даровать эти находки. Если кто любит праведность, плоды ее суть добродетеля, плоды премудрости. Она научает целомудрию рассудительности, справедливости и мужеству, полезнее которых ничего нет для людей в жизни. То есть добродетели сами по себе не работают или, скажем так, не очень ценны, но если они проявления этой самой премудрости, тогда да. А так можно быть очень храбрым преступником, да, очень справедливым и жестоким одновременно. То есть любая добродетель, которая берется изолированно, она очень легко вырождается в какое-то искажение этой добродетели. Если кто желает большой опытности, мудрость знает давно прошедшее, угадывает будущее, знает тонкости слов, разрешение загадок, предузнает знамение чудеса и последствия лет и времен. То есть проникновение в замыслы того, что происходит в этом мире, в замыслы Бога и происходящее в этом мире. Посему я рассудил принятие в сожитие с собой, зная, что она будет мне советницей на доброе утешение в заботах и печали. Через нее я буду иметь славу в народе и честь перед старейшими, будучи юношу. Окажусь проницательным в суде и в глазах сильных заслужу удивление. Ну и такие маленькие практические бонусы, что называется, будут меня уважать старики на суде, я буду побеждать, все будет хорошо. Но ведь это не главное, главное, что человек оказывается с Богом. Когда я буду молчать, они, старики, будут ожидать. И когда начнут говорить, будут внимать, когда продлю беседу, положат руку на уста свои. То есть юноша окажется более почетным, чем старца. Через нее я достигну бессмертия, оставлю вечную память будущим после меня. Я буду управлять народами, и племена покорятся мне, убоятся меня, когда услышат обо мне страшные тираны. В народе явлюсь добром и на войне мужественным. Везде с премудростью хорошо. Войдя в дом свой, я успокоюсь ею, ибо в обращении ее нет суровости. Не всажите с ней скорби, но веселье и радость. С ней хорошо, с ней просто хорошо. Размышляя о всем сам в себе и обдумывая в сердце своем, что в расстве с премудростью бессмертия. Тоже очень важное понятие бессмертия. Он тут говорит много в этой книге о смерти, о том, как обрести это бессмертие. То есть оно обретается с Богом. И в дружестве с ней благое наслаждение. И в трудах рук ее богатство неоскудевающее. Обычно у нас богатство оскудевает, его легко потратить. И в собеседовании с ней разум, и в общении слов ее добрая слава. Я ходил и искал, как бы мне взять ее себе. Я был отрок даровитый, и душу получил добрую. Притом, будучи добрым, я вошел и в тело чистое. Значит, он понимает себя скорее как душу, которая обретает тело. Такой интересный образ. И потом, конечно, он будет использоваться теми, кто будет говорить о предсуществовании душ. Но в христианской традиции это не принято так считать. То есть, в конце концов, он не говорит, что был сначала сотворен как душа, а потом вошел в тело. Он обладает этим телом. Он же нас описал уже в начале седьмой главы, что он рожден, как и любой человек, от зачатия. Познав же, что иначе не могу овладеть ею, как если дарует Бог, и что уже это было делом разума, чтобы познать, чей это дар, я обратился к Господу и молился Ему, и говорил от всего сердца моего. То есть, премудрость приобретается по молитве. Ее нельзя заработать как деньги, найти на улице как что-то такое оброненное, построить как дом. Ее можно получить от Бога, и получают ее через молитву. А молитва нашего автора будет в девятой главе. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok